Здравствуйте! Это новости на ННТ, студии Махач Курбанов и короткий анонс о том, что будет сегодня в нашем выпуске новостей. За повторное нарушение ПДД водителю грозит тюремный срок. На чем еще говорил на встрече с журналистами начальник ГИБДД Республики? Расскажем через минуту. Обиделся на друга и поджег магазин. Злоумышленника оперативно задержали полицейских Ассавюрта. На теле были следы пыток. На обстоятельства смерти уроженца Дагестана Равиля Расулова в одном из волгоградских СИЗО обратили внимание в областной думе. Сергей Меликов наградил Германа Кириленко орденом за заслуги перед Республикой Дагестан. Глава региона постил каспийчанина, советского российского ученого, доктора военных наук, генерал-майора, поздравив его с днем рождения в день его 85-летнего юбилея. Вам огромное спасибо за то, что вы нам дали прекрасных учителей, которые позволили нам каких-то высот добиться в жизни. Поэтому позвольте. Спасибо. Орден за заслуги перед Республикой Дагестан. Спасибо. Спасибо большое. Очень тронут. Но это указ. Вы его считаете нужным? На почетном месте буду обязательно. Герман Васильевич Кириленко – профессор, член Союза писателей России, автор многочисленных публикаций и книг. Одним из популярных его изданий является книга «Рассекреченный город». В этом году к трем юбилейным датам – 90-летию завода «Дагдизель», 75-летию Каспийска и 300-летию Каспийской флотилии – писатель планирует выпустить вторую часть книги о родном городе. Работа по противодействию терроризму в республике имеет тенденцию к нормализации. Об этом заявил на совещании по итогам деятельности антитеррористической комиссии Сергей Меликов. Это результат согласованных действий и эффективной работы силовиков, органов государственной власти, общественных организаций и религиозных объединений, подчеркнул глава Дагестана. Но несмотря на стабилизацию обстановки, в регионе все еще остаются предпосылки появления новых сторонников радикальных течений. По мнению Меликова, ситуация требует постоянной работы по устранению обстоятельств, способствующих формированию террористических угроз в современном обществе. В прошлом году на дорогах республики в результате ДТП погибло 307 человек, более тысячи пострадали. При этом есть небольшая динамика снижения количества аварий по сравнению с 2020 годом. Эти и другие данные и статистики были озвучены на итоговой конференции начальника республиканского ГИБДД. 1384 дорожно-транспортных происшествия. Это снижение на 4% к прошлому году, в которых погибло 307 человек. Чуть менее 3% снижение. Ранено 1918 человек, тоже чуть менее 3% снижение. То есть вы понимаете, да, что там хвастаться какими-то достижениями в плане улучшения ситуации в республике Дагестан не приходится. Самое, на мой взгляд, главное, на что вам надо обратить внимание в этом году, это аварийность с участием детей. 162 дорожно-транспортных происшествий, где 13 несовершеннолетних погибло. Ранено 180 несовершеннолетних. Это очень много, на мой взгляд. Да и думаю, на ваш тоже. На встрече с журналистами главный госавтоинспектор остановился и на изменениях в законодательстве. Теперь злостным нарушителям правил вооруженного движения грозят не только внушительные штрафы, но и реальный тюремный срок. В группе риска водители, которые уже дважды были привлечены к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и значительное превышение скорости. Такое появилось в статье 264 Прим-2, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение ПДД для водителя, которые уже дважды подвергали административному наказанию и дважды лишали права управления. Если человека уже судили по новой статье, а он снова выехал на встречку, значит, естественно, наказание ужесточается. Значит, как будут наказываться? Первая судимость по статье 264 Прим-2 это штраф от 200 до 300 тысяч или в размере зарплаты иного дохода за период от года до двух лет. Повторная, если судимость по 264 статье, штраф от 300 до 500 тысяч и доход, лишение дохода от двух до трех лет. Значит, также предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы сроком до трех лет, принудительные работы сроком до двух лет. При повторном, принудительные работы сроком до трех лет, лишение свободы на срок до двух лет. Уже, можно сказать, непрерывно приступили к новым задачам, хотя они в большей степени новые, как говорится, все новое, хорошо забытое, старое. Ну и, конечно же, мы по-новому начали работать еще и в связи с тем, что в законодательстве появились новые изменения. Поэтому я об этом, на этом я остановлюсь немножко позже, чуть больше внимания уделю именно этим вопросам. Более трех с половиной миллионов услуг за прошедший год оказали населению МФЦ Дагестана. Самыми востребованными у населения оказались услуги, дающие доступ к ресурсам электронного правительства. За регистрацией на портале госуслуг и восстановлением личного кабинета обратилось порядка полумиллиона человек. Чуть меньше дагестанцев оформили в центрах мои документы различные виды пособий и социальных выплат. А за паспортными услугами, такими как прописка, выписка и получение документа, обратилось 328 тысяч человек. Более 240 тысяч обращений обработано по вопросам оформления земли и другого недвижимого имущества. Полицейские Хасавюрта задержали мужчину, который подозревается в поджоге магазина бытовой техники. Оперативники выяснили, что задержанный ранее сам работал в этом же магазине. Мужчина признался, что мотивом к преступлению послужила личная обида на приятеля, с которым вместе проработал 5 лет, однако был им уволен. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Раньше я там работал, и ключи у меня остались запасные. Я зашел в магазин, открываю эти включенные замки. У меня была канистра 4-литровая с бензином. Бензин я брал на автозаправке 2 дня вперед до поджога. Потом я зашел в магазин, развил бензин по кругу и спичкой поджог в магазин обратно вышел, закрыл на замке и исходился с места. 17 сотрудников Волгоградского СИЗО, где был найден мертвым 22-летний уроженец Дагестана Равиль Расулов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает председатель Волгоградской областной думы Александр Бложкин. Текст его ответа у себя в инстаграм разместил депутат республиканского парламента Асинбулат Магомедов, который в ноябре прошлого года с группой депутатов Народного собрания обратился к Бложкину с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти дагестанца. Напомним, Расулов, которого обвинили в вымогательстве, за несколько дней до смерти был переведен в СИЗО-1 в Волгограде из областного СИЗО-4. По официальной версии, заключенный умер в результате суицида. Однако мать покойного утверждает, что на теле сына имелись следы пыток. На запрос дагестанских коллег Бложкин также сообщил, что уволен заместитель начальника СИЗО-4 в Волгоградской области, откуда был переведен Расулов. А начальник СИЗО-1 в Волгограде подал рапорт на увольнение. Правовую оценку действиям сотрудников следственных изоляторов даст Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области, добавил глава областной думы. В России отмечают День печати. Поздравления принимают все сотрудники СМИ, для которых главная цель, чтобы читатели и зрители всегда были в курсе событий. Торжественное мероприятие прошло и в Дагестане, в Большом зале Русского театра. Отличившиеся корреспонденты и редакторы республиканских газет, телеканалов и интернет-изданий получили почетные грамоты и награды от Минпечати региона. Всего отметили порядка 20 человек. В федеральном повестке есть еще одна хорошая традиция. 13 января там вручается премия правительства Москвы, отличившаяся журналистам за отдельные интересные проекты. Я думаю, что еще одна хорошая традиция будет, если и мы на этой сцене 13 января будем вручать премию правительства Республики Дагестан нашим известным, знаменитым журналистам. Я думаю, что если мы вместе возьмемся за это дело и учредим такую премию, и обратимся в соответствующие органы, в следующий праздник, в следующий 13 января мы будем отпечатывать уже новые традиции. Я думаю, что невозможно сегодня представить в жизни весь средств массовой реформации. Очень хочу, чтобы именно здесь, в этом зале, мы бы начали совершенствование, улучшение деятельности СМИ в самое ближайшее время. Спасибо вам и всего доброго. Среди награжденных был и наш коллега, корреспондент программы новости ННТ Курбан Рагимов. В ноябре 2021 года он стал победителем всероссийского конкурса спортивной журналистики. В этом году Союз журналистов Республики учредил новую премию «Легенда журналистики». В этой номинации наградили 6 человек. Вечер завершился праздничным концертом. В Махачкале активно идет посадка деревьев крупномеров по улице Адельгирея Магомед Тагирова. В процессе задействованы две бригады рабочих. Пока не подготавливают основания для посадки, другие с противоположной стороны в проезжей части проводят высадку саженцев. За два дня было высажено более 30 крупномерных ив. Данный участок выбран не случайно. На протяжении улицы имелись несколько аварийных деревьев, которые могли в любой момент упасть на дорогу. Поэтому в мэрии было принято решение заменить их на новые. 300 лет 300 деревьев Прокуратура России накануне отметила 300-летие с основанием. К этой дате в Каспийске по улице Ильяшенко заложили памятную аллею длиной 140 метров. Молодые клёны, туи и сосны высадили мэр города Борис Гонцов, а также представители прокуратуры, МВД Минобороны и общественных организаций. Для полива и ухода за молодыми деревьями будут привлекаться не только работники специализированных служб, но и юные экологи близвежащих школ. Сегодняшняя акция в день праздника прокурорского работника прокуратуры, 300-летия прокуратуры, символична по высадке деревьев, потому как так же, как прокуратура защищает, очищает наше общество, государство от негативных проявлений, эти замечательные, тем более хвойные деревья будут защищать атмосферу нашего города, породу нашего города от вреда и способствовать укреплению здоровья наших людей. Поэтому с праздником здоровья, терпения и успехов в работе и поменьше работы нашей прокуратуры. В этом году в регионе планируется отремонтировать и построить 5200 км воздушных линий электропередачи, сообщает Россети Северный Кавказ. Энергетики проведут работы в рамках программы по снижению потерь электрической энергии. По данным компании, в регионе заменят ветки и участки неизолированного провода на самонесущие, защищенные, установят умные счетчики и создадут необходимую автоматизированную сеть. Боец Муслим Салихов не выступит на турнире UFC 15 января. Король кунг-фу снялся с поединка против бразильца Мишеля Перейры по причине простуды. Об этом сообщает портал metaratings.ru. Поединок с участием дагестанского спортсмена должен был стать соглавным на турнире Лиги в Вегасе. В настоящее время в UFC работают над поиском замены для бойца. На счету Муслима Салихова 5 побед в UFC подряд. Сейчас он входит в топ-15 рейтинга лучших полусредневесов Лиги. 600 тысяч долларов на двоих. Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко получат самые большие гонорары в карьере. О подробностях организации самого главного бойцовского события в стране сообщил директор Лиги РСС Николай Клименко. По словам спортивного функционера, топовые средневесы получат одинаковое вознаграждение. Каждый примерно по 300 тысяч долларов, независимо от победы или поражения. Поединок Шлеменко-Исмаилов запланирован на 2 июля в Екатеринбурге. К этому часу все. Оставайтесь с нами. Смотрите наши новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин